Привет, друзья! Передо мной много мяса, овощей, специй и пряностей. За моей спиной дегидратор. А это значит, что сегодня мы готовим замечательные закуски из мяса и овощей к пенному. Первым делом предлагаю начать с подготовки маринадов для наших закусок. Первым делом приготовим заправку для чипсов из кабачков. Два зубчика чеснока отправляю в блендер. Туда же отправляю фундук, свежий базилик, соль и немного сахарного песка. И хорошую порцию подсолнечного масла. Орехи можно использовать любые, но с фундуком мне нравится намного больше. Главное, чтобы орех был жарен. И измельчаем до однородной пасты. Красота! Переходим к маринаду для говядины. Мелко порубить половинку чили-перца. Отправляем в миску. Туда же несколько листиков тимьяна. Острый и сладкий перец. Черный молотый перец. И сухой чеснок. А в качестве жидкости и связующего немного яблочного уксуса и варчестерский соус. Буквально пару ложек одного и второго. И все обильно, хорошо посолить. Если вы планируете хранить чипсы достаточно долго, я рекомендую использовать нитритную соль. Но если в течение двух-пяти дней планируете их съесть, то можно использовать и обычную. И все хорошенько размешать. Отлично. И теперь маринад для курицы. Ее мы будем мариновать в азиатском стиле. Почистим и измельчим три зубчика чеснока. Отправляем его в миску. И свежий имбирь. Натереть на мелкой терке. Мелкая терка у нас в прямом и переносном смысле. Добавляем туда соевый соус, васаби и мед. Три столовые ложки соевого соуса. Чайная ложка меда. И пол чайной ложки васаби. И несмотря на то, что соевый соус достаточно соленый, этой соль недостаточно, чтобы промариновать курицу до безопасного состояния. Поэтому добавляем обычную соль. И также все хорошенько размешать. И теперь можно переходить к подготовке наших чипсов. Начнем с овощей, чтобы не пачкать доску сырое мясо. Кабачки нарезаем толщиной примерно 2-3 миллиметра. Переходим к говядине. Здесь лучше отдать предпочтение филейным частям или каким-то мягким. Если не хотите заморачиваться с выбором куска, возьмите хороший кусок стейка. И также нарезаем тонкими полосками. От излишков жира лучше избавиться. Все равно они не вялится. При хранении такой жир может быстро прогоркнуть и испортить вам впечатление от ваших мясных чипсов. И точно так же тонко нарезаем куриную грудку. При этом нужно избавиться от жестких частей и излишков жира. Например, все вот эти крайние части мы убираем. Срезаем малое филе. Такие вот сгустки крови тоже можно убрать. Также я хочу приготовить тоненькие колбаски к пиву из говяжьего фарша. Для этого посолим его сухим маринадом. Добавляем копченую паприку, сушеный чеснок и прованские травы. Конечно же соль. Заправляем овощные чипсы базиликово-ореховым соусом и перемешиваем все чипсы. Отлично! Накрываем наши чипсы пленкой и оставляем промариноваться минимум на 4 часа, а лучше на 12. После этого их можно будет сушить. Время настало. Мясо промариновалось и пахнет просто потрясающе. Прежде чем мы начнем, давайте расскажу вам немножко про свой дегидратор. При покупке я остановил свой выбор на дегидраторе Likui PLD 918 Max на 10 лотков. Мне понравилось, что он производство Южной Кореи, а не какой-нибудь Китай. Пластик не воняет, работает тихо, а еще есть съемные сетки, так что продукты снимать очень легко. Но вы в этом сами убедитесь в течение видео. Он бывает в двух комплектациях, на 10 лотков, как у меня, и на 6. Будет немножко подешевле. А для моих подписчиков я оставлю ссылочку на магазин, где его приобретал в описании. По промо году Тихон мои подписчики получат приятную скидку. Помимо лотков и самого дегидратора, в комплекте идут еще коврики для приготовления пастилы и боксики для приготовления йогурта. Но сегодня они нам не понадобятся. Достаем лотки и начинаем выкладывать наши мясные чипсы. Вот, посмотрите, как удобно. Сетка легко снимается и продукт не прилипнет. Первым слоем выкладываю куриные чипсы. Я рекомендую не укладывать продукт слишком плотно, чтобы воздух мог свободно циркулировать и все хорошенько провяливалось. Тем более лотков у меня много. Все поместится. И точно так же равномерно распределяем чипсы и говядины. Они тоже пахнут потрясающе. Еще и выглядит очень красиво. Уже представляю, как это будет вкусно. Что касается колбасок из фарша, то для их изготовления удобнее всего использовать кондитерский одноразовый мешок. Все, что нам нужно, это отсаживать тоненькие, аккуратные колбаски. Чипсы из кабачка выкладываем на небольшом расстоянии друг от друга. Специально выкладываю их верхним слоем, чтобы соки от мяса на них ни капли. И даже несмотря на то, что у меня было большое количество овощных чипсов, курица, мяса, колбаски, я все равно загрузил всего лишь 9 лотков. Один остался свободным. Закрываем крышкой и начинаем сушить. Устанавливаю лотки на дегидратор. А по управлению все интуитивно понятно. Включаем. Выставляем нужное нам количество часов. У меня это 7. И температура для мяса 70 градусов. И в этот момент начинается настоящая магия. Мы отправляемся спокойно спать. А завтра будем наслаждаться натуральными мясными и овощными чипсами. Новый день, друзья. Всю ночь и даже утром на кухне стоял приятный аромат специй. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Красота. Это будет идеальная закуска или перекус в дальнюю дорогу. Вкус получается насыщенный, яркий и все полезные свойства сохранены. Но если вы тоже захотите приобрести, напоминаю, что ссылочка на магазин «Все соки» с промокодом «Тихо» в описании под этим видео. Давайте попробуем. Мои любимые. Перфектно.